всем привет с вами ванок и сегодня я хотел бы поговорить с вами о таком проекте как for the crown именно так я буду называть на самом деле она в оригинальном названии пишется иначе и признается иначе но я выпидриваться на голландском не буду переводится это дело как за корону и эта игрушка разрабатывается силами одного единственного человека который родом из голландии и он решил сделать историческую игру про фриско голландские войны собственно for the crown у нас уже появилась на канале я делал такое предварительное мнение по этой игре и в нее не поиграв а тут решил ну все-таки пора и вот купить и ради вас осмотреть ее именно ради вас потому что я вот честно сказать ее бы себе бы никогда бы просто так не купил слишком высокая цена слишком мало сделано вот тут хотя бы какие-то скидки начались в итоге 900 рублей метод проект обошелся и возможно я сделаю рефант это я у сразу вам все карты раскрывая думаю что конечно некоторые не оценят такой твист но я хочу быть с вами честным for the crown это крайне сырая крайне недоработана на данный момент времени игрушка и есть основания полагать что она такой и останется ну просто банально потому что такой вот объем масштабы задуманного сделать она убийственному человеку крайне сложно а ведь у нас ни много ни мало смесь различных направлений и глобальная карта у нас здесь есть с пошаговым режимом в духе каких-нибудь там серии total war и сражения с управлением войсками а это уже у нас ближе к маунтан блейду стоит и график здесь планируется отнюдь не пиксельная как она обычно бывает в инде а вполне себе полноценная хоть и игрушка и сделано на бесплатном unreal engine но при этом при всем разработчик пытается как-то ее вытягивать даже он недавно говорил что подтянул свой проект какого-то художника он теперь ему будет модели рисовать ну то есть хоть уже не совсем один-одинешник автор но тем не менее при этом при всем задуманное оно настолько масштабное настолько обширное что есть подозрение что даже в принципе невозможно это все окучить в реальные сроки а уж довести до ума сделать так чтобы игрушка смотрелась лаконично и завершенно ну вот честно сказать есть сомнения и тут на самом деле конечно же надо понимать ранний доступ это ранний доступ это значит что вам продает изначально не готовую игру и говорить о том что она не готова и ругаться на это само собой бессмысленно но просто потому что мы должны понимать что покупаем но при этом при всем и ругать эту игрушку тоже можно почему нет есть конечно у нас секта защитников раннего доступа когда вылезают какие-то сомнительные личности начинающие вещать о том что вот вы сейчас эту игрушку поругаете а и заработчик откажется от ее доработок и из-за этого мы не получим хорошую игру бла-бла-бла но при этом при всем люди забывают что на самом деле хотя бы должно быть информированное понимание что люди покупают потому что зачастую плашка ранний доступ она ни о чем не говорит а описание игры стиме она слишком куца в общем давайте именно к этому самому делу и перейдем и начну я с главной идеей моего сегодняшнего видеоролика заключающиеся в том что сейчас на данный момент времени в for the crone не проработана не хотя бы хоть как-то доведена до более-менее играбельного состояния не одна из деталей данной игры в этой игре кривая боевка неиграбельные сражения откровенно скучная примитивная и полностью лишенные хоть каких-то элементов глобалкам и здесь нет никаких дополнительных элементов которые все это могло бы хоть как-то разбавить при этом хочу заметить что игрушка вышла в конце 2022 года то есть у разработчика было полгода и наверное все таки за полгода многое не сделать но хоть что-то можно было бы довести до ума и конечно разработчик пытался довести до ума но очень как-то своеобразно например в одном из обновлений он добавил штурмы но в таком виде в котором но на самом деле лучше вообще было не добавлять и больше все это дело походило на скорее на дополнение игрушку демонстрационными какими-то элементами чтобы можно было ее показывать другим снимать видеоролики пытаться продать нежели на что-то во что вообще можно играть то есть чтобы вы понимали игра не стоит на месте нет такого чтобы она вышла и все тишина полная никаких обновлений обновлений есть но при этом при всем пока что они не дают ни намека на то чтобы можно было бы хоть какие-то назвать здесь моменты для того чтобы в этой игре остаться цепиться и нормально именно чтобы не время проводить а не сидеть строчить стиме комментарии дескать игрушка прикольная но в перспективе пока что играть не буду вот например боевка боевка 10 реализована следующим образом у нас здесь есть конный бой а есть пеший конный бой это сражение мечом а также копье и вот пожалуй копье это наверное единственное в чем эту игру я могу похвалить потому что здесь разработчик и резал такой вещь как поломку копья постал как ты притыкаешь противника это несомненно круто я даже посоветовал бы туркам задуматься на таким элементом хотя конечно он будет немножко ломать уже сформированный баланс но при этом при всем кроме этого копья в общем то ничего нет даже для того чтобы нормально его активировать тебе уже придется немножечко потанцевать с клавиатурой там нужно ускорить сначала чем здесь два типа ускорений на две клавиши предусмотрены то есть помимо того что ты жмешь вперед тебе нужно еще нажимать shift или провел для разных скоростей тебе нужно копье отдельной кнопкой приводить в действие причем она не будет автоматически отключаться ты будешь постоянно с этим самым копьем на перевес бегать да и целься скажу вам не очень-то ему удобно но копье по сравнению с мечом это на самом деле просто идеал управления в этой игре потому что меч на лошади это еще более кривая вещь здесь имеются какие-то непонятные задержки то есть нажимаешь кнопку удара и удар случается только через несколько секунд причем без внятных анимаций то есть ты здесь не видишь что твой персонаж замахивается просто видишь пустоту и только потом случается удар это очень жутко неудобно и наконец сажаться именно с мечом ну вот крайне проблематично тем более что здесь кривые анимации очень топорная анимация именно что бега лошади непонятно анимации противников бывает так что тут вроде видишь что копье не на тебя направлено у оппонента на самом деле она тебя дамажит и это большая проблема даже здесь копья очень мощные они просто останавливают лошадей но правда опять же не при всех условиях например иногда лошади могут вполне себе пехотный строй продавить и из-за это наверно хотя бы спасибо хотя на самом деле физика в этой лето же на достаточно слабом уровне ее тоже еще пилить и пилить но вернемся к боевке допустим смотрим на пеших теперь воинов у пеших воинов здесь у нас есть некоторая вариативность оружия как уже сказал и копья есть и меч в руки можно взять и даже тут уже более-менее отзывчивое управление но опять же более-менее но зато при этом у нас совершенно дикие неудобные некрасивые анимации удара и у нас какие-то совершенно непонятные добивания то есть вот ты бежишь ты сражаться с противником ударил там пару раз баста его там специальной анимации добивания проткнул орнил ты его на землю ударом щита бас следующий опять же твой удар его протыкает лежащего на земле с одной стороны такие вот всякие анимации они ну наверное иногда могут очень даже подойти например они неплохо смотрелись hidden come deliverance но в рамках такой игры в рамках такого-то мясного сражения у нас куча противников постоянное добивание они во-первых смотрятся как минимум странно а во-вторых они совершенно им баланс ну просто потому что ну ты что каких-то груш избиваешь почему каждый раз ты противника таким вот однообразным образом протыкаешь где фехтование где какие-то попытки как-то там в клинике с тобой сойтись у оппонента этого всего нету просто может развернуться в себе и попытаться как там цвео дарит не более того то есть противники здесь заполнение к в принципе кривой системе управления мега тупые мега пассивные и вообще на самом деле сражаются они но вот я обычно не применяю таких выражений но реально по-идиотски то есть если вы думаете что в банн лорде кривые системы формации с а там куча мало образовывается и противники действуют странно то когда вы зайдете фор в экран вы поймете что детище турок это просто идеал в плане управления войсками и их поведение по сравнению с этой игрой здесь противники ведут себя примерно наверное на уровне первого медиевил помните там когда вот эти самые еще спрайтовые юниты пытались организовывать битвы точнее даже эти самые битвы симулировать и там вот происходило что-то похожее что сейчас происходит с форжа крон то есть никакого импакта здесь нет никаких взаимодействий просто стоят друг напротив друга и вяленько пытаются проиграть своей анимации ударов соответственно это касается поведение отряда в целом тоже то есть опять же здесь очень сложно добиться правильного поведения юнитов очень быстро они просто переходят в кашу малу и вообще сохранять хоть какой-то порядок можно но разве что только в начале боя хотя здесь есть и расстановка юнитов перед сражением и всякие команды тоже все и команда отойти там и тому подобное но работают они предельно плохо и неудобно но уже упомянутые мной сражения так и вовсе просто какой-то ужас потому что здесь еще и стенами твоя армия зажата и очень сложно вообще в принципе чего-то добиться от твоих солдат а при этом противник он просто пытается как-то просачиваться на твои стены в буквальном смысле потому что здесь изначально стоят лестницы приставлены к стенам которые невозможно откинуть и которые в принципе не являются единственным способом замок проникнуть и вот по этим стенам они потихонечку по одному лезут их убивают и так вот в принципе сражение в защите и протекает то есть совершенно неинтересно бездумно и вообще сделано это все настолько плохо что лучше даже в эти самые штурмы не заходить а компания здесь тоже наверное стоит замолить слово и надо сказать что здесь игрушка будет себя позиционировать по крайней мере в будущем как историческая уже сейчас есть различные вариации достаточно таких вот приближенных к именно что историческим выбранного периода времени юнитом здесь есть различные фракции даже есть отдельный режим именно исторической войны как раз вот на самых фризах голландских войн но на самом деле пока что это все лишь обертка по факту у нас здесь есть просто небольшая совершенно маленькая карта с режимом все против всех на этой карте можем занять одну сторону и также можем создать свою собственную фракцию и гейплей на это никак не влияет то есть пока что здесь нет никаких особенных фракционных бонусов и тому подобных вещей ты на самом деле особой генерации карты здесь тоже нет то есть параметры базовые они практически отсутствуют и самое главное в раках компании по сути у тебя никакого функционала практически нет что ты можешь делать ты можешь посмотреть на свою текущую казну и заказать допустим либо пополнение гарнизона города либо же постройку какого-либо здания в отличие допустим от тот конфликт который недавно на своем канале публиковал тут хотя бы можно несколько зданий одновременно строить хотя вот за это разработчиком спасибо но так как деньги у тебя является ресурсом ограничено много ты на самом деле не поделаешь и нужно выбирать а выбирать я скажу вам по секрету нужную армию потому что на тебя сразу кидаются противники и нужно сразу же пытаться формировать и мощные гарнизоны а также подкрепление которое будет к этим самым гарнизонам подходить причем должны понимать что эта игрушка не является проектом где у нас есть какие-то там фишки юниты которые по этой карте гуляют мне здесь все еще проще и резона все на уровне какой-то там риска то есть если не значит какой игрушка типа риска но посмотрите например на опять же все тоже первый медиевил там примерно что-то в этом духе на глобалке и происходил то здесь у нас есть фиксированные локации ты просто грубо говоря жмешь кнопочку атаковать эту провинцию и в следующем ходу игрушку нас напомним пошаговая эта провинция будет атакован или же допустим твоя будет атакована и когда вас учится бою вы уже сможете зайти непосредственно в режим сражения где ты можешь контролировать свой персонажа то и персонажа и говоря будет даже качаться в этих самых сражениях правда это ему особенно ничего не даст ну и само собой будет те юниты которые у вас присутствовали при начале сражения на глобалке с учетом очень удобно управление на самом деле в отличие от многих других игр где как правило часто сражениях лично ты имеешь преимущество здесь наоборот по моему проще пытаться автоматом все дело разыграть но просто банально потому что игрушка в плане сражений настолько неудобно что ты будешь постоянно проигрывать ну хотя это конечно дело уже такое наживное но суть в том что на самом деле в принципе сейчас я вам писал все что в этой игре есть то есть да конечно здесь еще можно давать достаточно примитивную дипломатику там экономику завязанную в том числе еще и на производстве ресурсов и какие даже там есть и здания которые увеличивают это самое производство но это пока что все настолько плохо вписаны в игропроцесс вещи что говорить о них на полном серьезе ну банально не стоит таким образом for the crone на данный момент времени стоит рассматривать не как игрушку а как такой концепт как версию демонстрационную демонстрацию всяких теоретических возможностей того что из этой игры можно вытянуть но именно в настоящий момент а говорить о даже наверное не вылезности даже наверно не о законченности а хотя бы хоть какой-то играбельности ее элементов совершенно не приходится это совершенно кривой косой сырой продукт и это уж точно пока что не игра и собственно тут я могу сказать что я был совершенно прав когда сказал что for the crone совершенно не является сейчас конкурентом матом блейду и по сути моя попытка в эту игру поиграть она только лишь подтвердила это утверждение но просто потому что слишком еще далеко у разработчика до реализации хочет чего-то так вот более-менее базового в рамках этой игры и тут нам очевидно нужно вернуться назад к ранее понятой в видеоролике теме раннего доступа напоминаю вам что полный прайс этой игры это 1100 рублей и скажу вам честно эта игрушка даже не стоит 900 рублей то есть сумма которую я потратил на эту игру со скидкой даже наверное 500 рублей эта игрушка не стоит и красная цена и сейчас рублей 200 ну просто потому что это еще настолько сырая игрушка и настолько еще непонятно невнятно ее какие-то будущие обновления вообще будет ли она доработана а ведь это достаточно важный параметр я тут допустим могу вспомнить такой проект который вряд ли вы даже сейчас вспомните сами как вело в кроус я снимал по этому проекту видеоролики на моем канале и когда-то эта игрушка могла показаться перспективным и даже на самом деле очень во многом она похожа на именно for the crone потому что она тоже была глобалка с некоторыми наметками будущей игры сражение правда не именно с точки зрения экшена где мы бегаем с на перевес а чисто с таким вот rts элементами но тем не менее было и все это разработчики как-то там пытались запустить поднять но в итоге ничего не получилось игрушка так и осталось слишком непопулярно и в 2019 году ее забросили и само собой те кто потратил не деньги сейчас остались не удела они не получили тот проект который могли бы получить и и кстати говорят как раз к теме того что игры нельзя ругать и эту игру именно я имею ввиду вело в кроус особенно и не ругали пока она развивалась люди сидели ждали и вот в итоге дождались того что просто их кинули разработчики которые просто поняли что этот проект им не потянуть и вот в отношении for the crone у меня есть такое подозрение что высока вероятность что его тоже разработчик не потянет слишком мало у него личных ресурсов слишком много надо сделать еще раз озвучу изначально идеи моего видеоролика поэтому скорее всего вы свои деньги просто выкиньте но по крейле мне так кажется и само собой вы можете со мной не согласиться сказать что вот это крайне перспективная игрушка но если говорить честно в этой условно в кавычках крайне перспективной игрушки сейчас так мало вообще вещей за которые можно зацепиться и которые реально можно играть что я тут вообще честно говоря не вижу оснований хоть как-то ее хвалить именно за текущее достижение ну а это мое мнение с вами был ванок спасибо за просмотр данного видеоролика не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии и всем удачи